Всем привет! Сегодня я покажу вам как можно быстро и достаточно точно посчитать площадь любой линейной фигуры, зная как считаются площадь квадратов, то есть две прилежащие, произведения двух прилежащих сторон, и как считается площадь прямоугольного треугольника, как половина произведения катета. Давайте нарисуем любую линейную фигуру, это может быть хоть что, главное она должна быть линейной, то есть иметь прямые стороны. Все, фигура начерчена. Как нам посчитать ее площадь? Мы вписываем эту фигуру по возможности, чтобы ее вершины лежали в любом прямоугольнике. Я черчу прямоугольник, в котором будет лежать эта фигура. По возможности, как можно больше точек вершин нашей сложной фигуры должны лежать на сторонах этого прямоугольника. Все. Значит так, площадь прямоугольника мы можем посчитать. Мы можем измерить одну сторону и упомножив на другую сторону. Мы получили общую площадь прямоугольника. Теперь вычитанием фигур, которые не лежат внутри нашей фигуры, мы находим площадь нужной нам фигуры. То есть, вот эту фигуру можно представить как два прямоугольных треугольника, опустив высоту перпендикуляр на ее стороны. Значит так, площадь треугольника, вот этого мы считаем, вот эту сторону измеряем, умножим на вот эту сторону и делим пополам. Площадь вот этого прямоугольного треугольника точно так же считается. Здесь мы получаем, проводим перпендикуляры на наш прямоугольник. Мы получаем снова маленький прямоугольник, треугольник. Здесь еще один прямоугольный треугольник и здесь небольшой прямоугольник. Здесь мы снова получаем прямоугольник, прямоугольный треугольник. И вычитаем все вот эти площади из большого прямоугольника. Данную фигуру мы считаем снова, опуская перпендикуляр на стороны нашего большого прямоугольника. Мы получаем снова такой острый прямоугольный треугольник. Его площадь равна один катет умножить на второй катет, поделить пополам. И вычитаем его. Здесь снова маленький прямоугольник. И в конце мы получаем здесь еще у нас имеется еще два прямоугольных треугольника. Вычитая их площади изначально большого прямоугольника, мы находим площадь заданной фигуры. И так можно считать площадь любой, абсолютно любой линейной фигуры. Вписывая ее в прямоугольник и вычитая прямоугольные треугольники или прямоугольники. Это мы умеем считать. Все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на канале. До свидания.